Я горячо приветствую всех дорогих и любимых подписчиков Бусти. Короче, вы не поверите, за какую хуйту мне прилетел Страйк. За видео 20-го года про Антона Апарина. Причем это мой комментарий про тот самый... Ну, короче, две минуты длиться видео. Про тот самый первый комментарий по поводу того, когда ему вызвали типа на ответ, ну, то есть что-то сказать по поводу разоблачения от Пеннивайза. А он такой, ой, у меня там дедушка плохо себя чувствует, я ничего делать не буду. И это я, ну, тогда вспомнил в том видосе. То есть сволочь такая, когда Даркнет, типа, так у тебя время на Даркнет. Да, типа говорит, да, из-за дедушки сейчас у меня времени нет всякой хуйней заниматься. То есть, блядь, когда в Даркнете сидеть, время у него было, угрозы кидать, время у него было, сливать инфу, то ли гитаристу разумному, то ли Пеннивайзу, у него время было, строить подпольные заговоры и всей этой вот хуйней заниматься, время было, быть, по сути, соучастником и организатором травли в отношении Фред-гитариста, меня и еще дохуя кого, у этой суки время было. А, блядь, тогда дать ответ времени не было. И я так, типа, сказал, что какая же ты гнида, и вот, значит, назвал по имени. И, блядь, прошло два года, и, видимо, ну, я не думаю, что он сам это сделал, хотя от него что угодно можно ждать, от свиньи вонючей. Но, видимо, приколитесь, то есть, в такой ситуации, то есть, когда человек, очевидно, и аморально, и противозаконно, в принципе, поступал, и я в ответ, как бы, ну, немножко противозаконно, не по правилам Ютуба, сказал ему, что он, в общем-то, все, что я о нем думаю. И теперь какой-то дурачок, либо он сам, кидает мне, значит, жалобу, то есть, чтобы как бы по закону мне сделать вот такую вот подставу, санкцию, облом. Ну, собственно, я не знаю, что можно по этому поводу высказать. Абсолютно сволочная получилась херня. На Бусти я объясняю всю эту историю для того, чтобы, ну, чтобы те, кто спрашивает, как бы имели возможность знать. Кому, как бы, кто не на Бусти подписан, тем, может, сильно и не надо знать. Ну, страйкнули, страйкнули, все, какая разница, блядь. Вот, может быть, короткое объяснение для них какое-нибудь бахнуло. Ну, вот подробное будет здесь. Зачем? Потому что я думаю, что Мухтары очень жадные, и даже 200, типа, в месяц вряд ли кто-то из них подпишется на мой Бусти. Тем более, тут даже не будет упоминания о том, за что именно. Но, как бы, я не хочу давать никому никаких подсказок лишних. Потому что я, честно, уже сам в душе не ебу, какие у меня там еще есть видосы в открытом доступе. Но если есть какие-то стрёмные народ, можете даже мне подсказать в личку в Телеграме либо ВКонтакте, может быть, даже... Ну, хотя, я не уверен, могу ли я сейчас поскрывать их, потому что мне ёбаный Ютуб не дает открывать старые видосы, хотя раньше такое во время страйка можно было ранее в ограниченном доступе видос перевести в открытый и таким образом, типа, хитрым образом опубликовать... Сорян, что тавтология. Хитрым образом опубликовать старое какое-то видео, ну, как бы опубликовать его в ленте в данный момент или с доступа по ссылке можно было перевести. Сейчас я даже концерты не могу открыть залитые и как-то поменять доступ некоторых видосов. Я могу, наверное, только скрывать, но, собственно, если есть какие-то на третьем канале видосы, которые как бы могут вот на эту особенно тематику быть чреваты, то прошу подсказать. Я думаю, на Бусте все-таки сидит аудитория, которой можно доверять. Ну, по идее, должно быть. Все, всем мое почтение, всем спасибо и до встречи на канале Моисей Великанов Резерв. Ну и, конечно, здесь на Бусте я уже все-таки вернулся домой. Тоже напишите в комментариях, какой контент вот больше всего прям ждете и что-то в любом случае в ближайшее время помимо туровых влогов конечно будет выходить.